Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Несколько дней остается до начала февраля, и там рукой подать до весны. Но зима пока не отступает. Что сегодня нам обещают синоптики? Субтитры предоставил DimaTorzok Температура ночью минус 5, минус 7, а днем минус 1, плюс 1. Ночью и утром на дорогах гололедица. Сегодня в России день воинской славы и 78-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях, которые стали победной, героической и трагической страницей истории советского народа. Ленинград, единственный в мировой истории город с многомиллионным населением, смог выдержать почти 900 дней окружения. Жители пережили все. Холод и голод, бомбежки, отчаяния и мужественно отстояли северную столицу. В преддверии столь исторической даты отметил свой день рождения жительница блокадного Ленинграда Инесса Васильевна Найманова. Юная девушка, и она попала в Карачаево-Черкесию, вышла замуж и осталась жить в Черкесске. Инесса Найманова полюбила Карачаево-Черкесию, но о родном Ленинграде никогда не забывает. Историю своей блокадной семьи хранит в фотоальбоме. Когда немцы взяли город в кольцо, она была тогда еще маленьким ребенком. О тех страшных событиях девочки Инессе рассказывали родные. И сейчас Инесса Васильевна помнит те далекие события. И главное, не забывает она и о маленьком кусочке черного хлеба, который спас многих ленинградцев от гибели. Люди помогали друг другу во время блокады. Очень. И все так говорят, что помогали. Так и выживали. А мама рассказывала, что 125 граммов кусочек хлеба на целый день. Говорит, хочется сразу съесть. Но нет, лижем, лижем, лижем. Нету хлеба, а голод остался. Самое тяжелое, говорит, блокаду, было голод и холод. Семочная группа телеканала «Санкт-Петербург» сняла многосерийный документальный фильм, повествующий о судьбе сотен тысяч эвакуированных детей из осажденного города на Неве. Ахмат Халкечев продолжит. Блакода Ленинграда длилась 872 дня. Только в регион Кавказа было эвакуировано до нескольких миллионов человек, большинство из которых – дети. Сотни тысяч человек приняла и Карачаева Черкесия. Не только люди, но и земля нашего края до сих пор помнит и хранит множество историй, связанных с блокадой Ленинграда. Именно о них и хотят рассказать современным петербуржцам авторы фильма. Свою работу съемочная группа начала с Аула Беслиней. Жители этого небольшого населенного пункта приютили в своих семьях свыше трех десятков эвакуированных из Ленинграда детей. Повык милосердия составит в том, что местные жители нашли в себе силы и решительность взять на себя ответственность в то время, когда у них не было возможности и своих детей накормить до сута. История Беслинея, Аула Беслиней, она произвела впечатление. Но возможно, потому что об этой истории уже очень много говорят и очень много деталей про нее есть и очень много подробностей. Но я очень уверен, что у многих жителей и других Аулов, и других народов на территории Карачаева-Черкесской республики есть не менее интересные, с точки зрения журналиста, не менее душесчипательные, трепетные истории спасения людей в годы войны. Идея фильма принадлежит заслуженному журналисту Карачаева-Черкесии Александру Малькевичу, который недавно возглавил муниципальный телеканал «Санкт-Петербург». Огромное количество детей эвакуировали на территорию тогда еще Карачаевской автономной области. По некоторым данным, число могло достигать до сотен тысяч. В Карачаевске съемочная группа пообщалась с доктором исторических наук Аскербей Кучиевым, который рассказал о том, какая еще опасность ждала людей, приютивших у себя ленинградских детей. В указаниях было самого Гитлера относиться к авказским народам лояльно. Если они поголодно восстанут, нам будет очень горячо там, была дана такая инструкция, как и везде беспошадно расправлялись с коммунистами, партийно-советским активом и евреями. А еще Аскербей Дагирович поведал о личных примерах самоотверженности местных жителей, подвергших смертельной опасности не только себя, но и своей семьи во имя спасения людей. Ведь если фашистам удавалось обнаружить скрываемого в семье еврея, даже если это ребенок, они уничтожали всю семью. Телевизионщиков впечатлили истории пастуха Хусея Лайпанова и жительницы аула Каменомос Баладжан Албаутовой. Осенью 42-го Хусей Лайпанов обнаружил в горах детей, скрывавшихся от фашистов. С ними была директор детского дома Тиберды Анна Одинцова. Лайпанов перевел через горы в Грузию первую группу детей, а когда вернулся за остальными и Одинцовой, все они были уже расстреляны. И пастуха фашисты тоже убили. Полна трагизма и история Баладжан Албаутовой, спасшая пятимесячную девочку от фашистской расправы, выдав ее за свою дочь. Она спасла, она понимала, что она же выхватывает ребенка, что немцы могут подумать и понять, они же тоже не дураки. Понять могут, что она пытается спасти, и она рисковала собственной жизнью, чем спасла этого ребенка пятимесячного грудного. Планируется четырехсерийный фильм, который выйдет в эфир в сентябре на телеканале Санкт-Петербург. Юрий Щербаков пообещал передать зрителю все тонкие эмоциональные моменты истории, о которых он узнал в Карачаево-Черкесии. Надеюсь, эта история тоже получит свою многолетнюю историю, получит свое многолетнее положение, и из нее вырастут какие-то масштабные проекты, которые будут работать во благо единства нашей страны, во благо единства наших народов, дружбы народов и межнационального, межконфессионального согласия, взаимодействия. В завершении съемочная группа посетила мемориал в Тиберде, где во время оккупации фашистские изверги массово расстреливали детей из еврейских семей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Этот мемориал установлен на братской могиле, которую показали местные жители после возвращения из Средней Азии. Именно они стали невольными свидетелями зверств фашистских оккупантов. Ахмат Халкищев, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия. В эти дни отмечается День инженерной службы Росгвардии России. Сегодня гость нашей программы начальник кинологической группы отделения боевого обеспечения управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Артем Будников. Он расскажет моей соведущей Белли Джозаевой об истории образования инженерных подразделений, о том, чем занимается их служба и приведет несколько конкретных примеров их работы. Они уже в нашей студии. Доброе утро. Я с удовольствием уступаю вам нашу гостиную. Доброе утро всем. Доброе утро, Артем. Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. Сразу хочу поздравить вас с тем, что у вас на днях был праздник в Росгвардии, День инженерных подразделений. Спасибо. Вы имеете к ним непосредственное отношение, хоть вы и кинолог. Но хочу у вас спросить, если говорить об инженерном подразделении, какова история его? История инженерных подразделений берет начало еще со времен Петра I, который своим указом установил обучение инженеров в 1701 году еще. В дальнейшем эта служба получила свое развитие. И наиболее ярко проявили себя инженеры во времена Великой Отечественной войны. По результатам войны более 100 тысяч инженеров получили, награждены орденами и медалями. 700 человек – герои Советского Союза и около 300 человек – полные кавалеры Ордена Славы. Сейчас значимость инженерных подразделений не утеряла своей значимости и выполняют свои задачи, с которыми не может справиться никакое другое подразделение. Да, конечно, в войсках Национальной гвардии у нас не все задачи настолько ярко выражены. Большей частью подразделений нашего управления выполняют задачи по поиску, обезвреживанию взрывоопасных предметов различных. Также по заявкам Министерства внутренних дел мы проводим идентификацию обнаруженных предметов, конструктивно схожих с взрывными устройствами. Вы сейчас уже говорите о вашей деятельности. Мне бы хотелось узнать, как давно ваше подразделение существует? Помимо задач, какие цели ставите перед собой? Чем конкретно занимаетесь, кроме того, что вы ищете взрывоопасные вещества? В составе Росгвардии, естественно. В составе Росгвардии инженерные подразделения также выполняют задачу по фортификационному оборудованию позиций. А что это означает? Это установка препятствий на пути противников, защита собственных объектов. Такие комплексы инженерно-технических средств охраны устанавливаются. Различные виды колючих проволок, сигнализаций, систем видеонаблюдения и так далее. Сигнальные мины не исключено, когда при расположении подразделений в полевых условиях. А также при расположении подразделений в полевых условиях на инженерную службу возлагаются обязанности по обеспечению полевого водоснабжения и электрообеспечения. То есть вся техническая сторона лежит на вас? Да, конечно. Также хочу рассказать несколько случаев результативного применения наших специалистов. В прошлом году у нас гражданскими лицами было обнаружено устройство конструктивно похожее на мину времен Великой Отечественной войны в реке возле водохранилища Кубанского, поселок Кавказский. Для идентификации выдвинулись специалисты нашего подразделения. И уже установили, что да, это был снаряд 122-мм времен Великой Отечественной войны. Далее он был уничтожен уже на месте накладным зарядом. Недавно также в поселке Нижний Архыс по заявке МВД наши специалисты привлекались к идентификации взрывоопасного предмета. Там гражданин обнаружил на предусадебном участке предмет конструктивно схожий с минометной миной и принес его домой. Хорошо, что соседка обнаружила своевременно. И после того, как уже был эвакуирован многоквартирный дом, прибыли наши специалисты уже и обозначили, что да, это была 60-мм минометная мина времен Великой Отечественной. Далее, так как это все происходило в живом массиве, было передано на транспортировку и дальнейшее уничтожение Министерству обороны. Ну это же опасно, конечно. Ну конечно, наши люди могут принести непонятно зачем. Но она может сработать, если она со времен Великой Отечественной войны? Может сработать и зачастую бывают случаи, когда срабатывает, потому что люди пытаются разобрать этот предмет таким нещадящими способами, так прямо скажем, при помощи углошифовальных машинок или там газоэлектросварки, что-нибудь такое. И, конечно, это может привести к детонации. Ну вот такая ситуация, Артем. Человек идет по лесу и встречает предмет, похожий на мину. Что ему надо делать? Молчать же нельзя, надо кому-то сообщать? Нет, конечно. Надо сообщить ближайший отдел Министерства внутренних дел или своему участковому. И в дальнейшем они уже знают, что делать. Ни в коем случае нельзя трогать какой-то этот предмет, переворачивать. Лучше не подходить к нему близко, потому что какие-то ваши неосторожные действия могут вызвать детонацию заречитого вещества в этом предмете. Я вот в начале разговора сказала о том, что вы кинолог. Да. Вы начальник кинологического отделения, правильно? Кинологической группы. Кинологической группы. За вами закреплена собака? Да, за вами. Мина разыскная. Все верно. Я, конечно, жалею, что вы ее с собой не привели. Хотелось бы на нее посмотреть. Какая порода? Что за собака? Расскажите, я думаю, что вы относитесь к ней с очень большим уважением. Ну, я отношусь ко всем имеющимся в моем подразделении неослуженным собакам с большим уважением, так как все-таки это основное средство, стоящее на вооружении у нас, в нашей службе. И они реально помогают нам в выполнении наших задач и спасают жизни людей. Вашу собаку как зовут? Меня собаку зовут Курт. Это Куртсхар. Немецкая короткошерстная легавая. Вот. Также у нас служат собаки породы немецкая овчарка и бельгийская овчарка Маринола. Я еще раз поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Желаю вам успеха в вашем нелегком труде. Спасибо, Артем. Спасибо вам. По итогам прошлого года 93% общеобразовательных учреждений Карачаевой Черкесии приняли участие в проекте «Банка России. Онлайн уроки финансовой грамотности». Это позволило республике подняться в рейтинги и войти в тройку лидеров по охвату школ участников в Северокавказском федеральном округе. С каждым годом онлайн уроки финансовой грамотности в Карачаевой Черкесии набирают все больше популярность. Об этом свидетельствуют положительные отзывы, которые мы получаем от учащихся и преподавателей. Отметил управляющий отделением Национального банка по Карачаевой Черкесской республике Южного главного управления Банка России Дмитрий Мечеряков. Слушатели могут больше узнать о мире финансов непосредственно от экспертов Банка России и представителей финансовых организаций. У них есть возможность задать интересующие вопросы и сразу получить подробные ответы. Такой подход позволяет применять полученные знания на практике наиболее эффективно. Слушателями вебинаров могут стать учащиеся средних и общих образовательных организаций, колледжей, воспитанники детских домов и школ интернатов Карачаевой Черкесии. Подключиться к онлайн-урокам можно в составе группы учеников или индивидуально из дома. Зарегистрироваться и посмотреть расписание занятий можно на сайте Банка России. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести» Карачаева Черкесия с Аллой Динаевой. Удачного всем дня и встретимся завтра. Продолжение следует...